Добрый день, друзья! С вами Евгений Костин и сегодня я расскажу о региональном продвижении сайтов, о том, что это такое и как это делать правильно. Но для начала давайте разберемся с основными понятиями, с тем, как работает поисковая система. В основе алгоритма поисковика есть определение географии. Притом это есть как в Яндекс, так и в Google, но если в Google это является одним из факторов ранжирования, то в Яндексе это является таким предфактором. То есть сначала поисковик выясняет, если речь идет про коммерческий запрос, к какому региону относится сайт и пропускает в пул всех сайтов, которые ранжируются, в первую очередь те, которые имеют региональную привязку и только потом уже ранжируют сайты внутри вот этого отобранного пула. Ну, как это выглядит? Если мы набираем какой-то запрос, например, шиномонтаж, понятное дело, что нас интересует шиномонтаж в нашем конкретном городе. При том, что мы не указывали в запросе, что шиномонтаж в Москве или вот как в данном случае в Пермире, где-то еще. Просто написали так. Поисковик определяет, из какого мы города, там, определяет нашу геопозицию с определенной точностью. Не всегда там с точностью до дома, достаточно просто определить город. И, соответственно, показывает нам карту и показывает контекстную рекламу правильную, релевантную и показывает точно так же релевантную геозависимую выдачу с сайтами, которые представлены или со страницами сайтов, которые представлены в нашем городе, где мы сейчас находимся. Вот, если мы сменим регион, ну, для примера, вот я только что показывал выдачу в Перми, то же самое мы смотрим по такому же запросу выдачу в Москве. Мы здесь видим не только другие сайты, там ниже они есть, но мы видим совершенно другой формат выдачи. Он тоже может отличаться. Значит, у нас поменялось местоположение карты, у нас появились какие-то карточки организации, и у нас из выдачи в данном случае вообще ничего не вместилось в первые экраны. Для того, чтобы нам увидеть первое место, нам нужно прокрутить страницу. Точно так же давайте посмотрим на другой запрос, если мы набираем вот коммерческий запрос, там купить iPhone SE. Мы видим некие сайты, которые у нас представлены в результатах поиска. В данном случае мы находимся в Москве, и поэтому сайты тоже либо страницы содержат слово Москва, либо они могут не содержать название города, но сайты московские или федеральные, которые в том числе работают, очевидно, в Москве. А вот если мы набираем точно такой же запрос, находясь в той же самой Перми, то мы видим, что уже ряд сайтов в выдаче имеют региональную привязку. Что это значит? Либо, как мы видим в случае с первым сайтом, ну вот сначала у нас идет Авито, а сайт на втором месте, но чтобы вас не путать, первый региональный. У него и в поддомене указано Перм, дальше имя домена и дальше адрес конкретной страницы. В заголовке везде есть слово Перм и так далее. Дальше у нас есть магазин, который работает только в этом городе. Вот он у нас получается раз, два, три, четыре на пятом месте. На седьмом месте опять у нас поддомен крупного сайта, и тоже это поддомен региональный, то есть отсылка к тому, что сайт работает в данном конкретном городе. Ниже там еще есть сайты, которые относятся к данному городу, так или иначе. Вот. И общие сайты, которые, в общем-то, могли бы привезти этот самый айфон доставить куда угодно, в любую точку России или даже за ее пределы, выдачи присутствуют хуже или, по крайней мере, их не так много. Что касается услуг, то же самое. Ну вот какой-нибудь Дед Мороз на дом. То же самое. Мы видим, что как только мы переходим к поисковой выдаче, сначала у нас, да, опять Авито, ВК, ну какие-нибудь общие сайты, и потом начинается сразу региональная выдача. То есть куча сайтов, которые либо делают под страницы, под регионы, либо под домены, либо просто работают только в этом городе. Из этого следует, что нам нужно делать нечто подобное. Нам нужно либо реализовать систему под доменов, либо делать посадочные страницы специально под город, под регион, либо делать отдельный сайт. То есть вот есть такие три основных сценариев. Как проверить, меняется ли выдача в зависимости от региона и какие сайты находятся в данном конкретном регионе? Можете просто написать в том же Яндексе запрос «Регионы Яндекса или регионы поиска». На первом или на втором месте вылезет вот такая страничка, это официальная справка Яндекса, где будут перечислены регионы. Регионы и их коды. Эти коды мы можем подставить в адресную строку, когда вы набираете какой-то запрос. Например, если вы находитесь в Москве, то вы увидите, что когда вы указываете какой-то запрос, в конце адресной строки в вашем браузере написан такой параметр «lr равно 213», что соответствует Москве. Каждому другому городу или региону, будет правильнее сказать, соответствует свое какое-то значение цифровое, числовое. Вот меняя 213 на то, что здесь есть в этой табличке, вы увидите выдачу, как если бы вы находились, например, в Санкт-Петербурге, в Казани, Костроме и где угодно. Сразу скажу, что нет смысла смотреть общерегиональную выдачу, типа в России, потому что в реальности никто так сайты не смотрит в поиске. Нет такого человека, которому бы на автоматическом режиме показывалась какая-то общероссийская выдача. Каждый из нас находится в каком-то городе, поселке, населенном пункте, неважно, и каждому населенному пункту соответствует какое-то конкретное числовое значение. Технические регионы типа «Россия» придуманы для того, чтобы можно было контекстную рекламу показывать на всю Россию. Но к нашей теме поискового продвижения это никаким образом не относится. Что нужно сделать для того, чтобы сайт попал в локальную региональную выдачу? Во-первых, нужно, чтобы на сайте были локальные телефоны, особенно если мы говорим про крупные города, то есть если мы берем миллионники или просто какой-нибудь там топ-30 регионов России. Поскольку есть местные игроки, нам нужно как бы максимально привязаться, сказать, что мы вот там, мы действительно есть в этом городе. Какой-то наш филиал, какое-то представительство. Вот там кто-то сидит в офисе и снимает трубку, находясь в этом городе. Как бы сделать вид? Ну, здесь смотрите сами, конечно, лучше быть, а не казаться, но лучше казаться перед поисковой системой, чем вообще не присутствовать в топе. Поэтому есть виртуальные номера, можно купить их у любой IP-телефонии там за 100-200 рублей в месяц арендовать. Ну и дальше уже там, в зависимости от количества звонков, уже как-то это все тарифицируется. Для того, чтобы не только 8800, я уже прям предвижу и предслышу эти вопросы, что давайте мы поставим единый номер. Да-да-да, все замечательно, 8800 полезная штука, но давайте-ка сделаем еще и локальные номера, чтобы привязаться посильнее к региону. Вот как это, например, сделано там у нас на одном из сайтов. Дальше адреса. Адреса могут быть вашего офиса, представительства. Ну если его нет, его можно как бы придумать. То есть если у вас сработает там один человек или он даже не работает, ну просто сказать, что вот в каком-то бизнес-центре вы находитесь. Не очень красивая история с точки зрения замусорения там карт, если особенно вот дальше я скажу там про добавление в справочник. Поэтому Яндекс и другие системы, они как бы стараются за этим следить и сделать так, чтобы вот SEOшники не испортили карты и не сделали их бесполезными. Потому что если все понатыкают в каждый город там своих компаний, которые там не существуют, то потом, когда мы же с вами будем искать там какую-нибудь юридическую фирму, где нам нужно вот прямо сейчас вот туда быстро забежать, а окажется, что там никого нет. Или другие организации. Вот поэтому понятное дело, что к локальному бизнесу это отношение не имеет. То есть если ваш на монтаж, если у вас там ресторан, то нет смысла тыкать эти виртуальные точки по картам. Это ничего вам не даст и никто к вам все равно не приедет. А в случае интернет-магазинов или каких-то сайтов услуг, которые могут быть оказаны удаленно, без присутствия в офисе, то такой метод есть. В общем наша задача показать на сайте, что мы есть в этом городе. Телефон мы уже сделали. Вот нам нужно указать адреса, адреса офисов, адреса пунктов выдачи или чего угодно. Показать карту, туда тоже добавить точек. То есть сделать так, чтобы прям вот была насыщенная страница, из которой бы следовало, что мы не просто вспомнили название этого региона. То есть мы не в города играем, а мы все-таки точечно вот определили что-то здесь и мы там есть. Еще указать время работы офиса, указать как дойти от метро, если метро есть в этом городе и так далее. Нужно добавиться в Яндекс справочник и Google мой бизнес, зарегистрироваться, привязаться к точке. Но еще раз, чаще всего сейчас работает не то чтобы жесткая, просто справедливая модерация, которая проверяет, есть ли вы там, если вы там кучу заявок отправили на всякие разные виртуальные адреса, то скорее всего их все заблокируют, не дадут там разместиться, потому что Яндекс справочник, который относится к картам, борется с тем, чтобы появлялись такие несуществующие компании. Однако, если хоть какая-то подвязка у вас к этому региону есть, хоть чем-то вы можете зацепиться и хоть как-то доказать, что вы не просто так написали это на сайте, то добавляйте справочник, указывайте компанию, указывайте всю подробную информацию. Чем больше укажете, тем лучше. Вот если у вас там, не знаю, попросит прислать фотографии вашего паспорта, присылайте, ну там такого не спрашивайте, если что, просто это так, для примера, там логотипы, фотографии, дюрлицо, описание компании, время работы, телефоны, ICQ даже спрашивает. Вот если у вас ICQ есть, укажите, лучше так, чем этого не сделать. Ну и можно загрузить в случае интернет-магазина прайс-лист с товарами. Ну и то же самое Google My Business, но там такая, если у Яндекса постпроверка, то Google My Business предпроверка. Если вы хотите добавиться, то Google высылает вам письмо, может вернее высылать его, чаще всего это делает, на физический адрес, и вы, раз его указали, вы должны иметь доступ к почтовому ящику физическому, чтобы достать оттуда конверт, распечатать, там будет секретный код, который нужно будет ввести в сервисе и сказать, что да, я получил это письмо. И необходимо, конечно, присвоить регион в Яндекс.Вебмастере. Это делается путем нехитрых настроек, здесь вы их две. Вот в Яндекс.Справочник добавились, можно пойти из вебмастера, можно пойти напрямую. Ну и ниже, где написано вебмастер, там указывается регион и указывается страница, где подтверждается, что вы правда имеете какое-то отношение к этому региону. Чаще всего это страница контакты на вашем сайте. Вот в этом месте должен быть присвоен регион. Если у вас коммерческий сайт, то не стоит оставлять, как это по умолчанию Яндекса сделано, сайт не имеет региональной привязки, должен иметь и желательно какую-то точечную, то есть не вся Россия. Если у вас несколько регионов, то вы используете либо поддомены, либо региональные страницы, либо пункт, который я здесь не перечислял, но он существует, это вы делаете отдельные сайты под каждый регион. Насчет дублирования и похожести, вот тут тоже почему не перечислил, встает куча вопросов, потому что, ну, либо вам придется, даже если вы используете готовые шаблоны, готовые темы дизайна, придется их купить либо несколько, придется по-разному написать тексты компании каждый раз и так далее, и так далее, и как-то это все, ну, не то чтобы незаконно, но какая-то слишком получается хитрая игра, которая не факт, что закончится в вашу пользу. Поэтому я бы все-таки рекомендовал использовать либо поддомены, либо региональные страницы. Как это выглядит? Ну, вот, заходя на любую страницу сайта, здесь в случае интернет-магазина, вы можете выбрать регион и автоматически, выбирая его, вы попадаете на поддомен. Обратите внимание на адресную строку, там сейчас написано вначале первым, то есть адрес города, и дальше уже идет адрес основного домена, а потом уже адрес страницы. Вот, здесь указаны локальные контакты, здесь указаны локальные адреса, карты и все остальное. То же самое, переходя на страницу контакта, здесь мы видим отдельные пункты выдачи, отдельные точки на карте, ну, как я и говорил. Еще вот дополнительно даже 3D-панорама из Яндекса. Как это реализовать? Если вы используете популярный магазинный движок, например, Bittrex, например, ShopScript, который тоже самое WebAssist, то есть внутри WebAssist работает ShopScript, это и есть он. Либо какой-то другой, то есть из популярных. Как правило, готовые решения там есть. Ищите что-то, связанное со словами SEO-регионы или регионы там под домены, домены региональные, что-нибудь такое. Готовые решения, готовые плагины, которые можно купить, вот здесь мы видим, решение стоит 6 тысяч рублей. Что оно нам предлагает? Мы можем автоматически сделать кучу городов, ну, то есть вот здесь сделано на данный момент 152 города заведено, и для каждого из них прописать свои настройки. То есть то, что будет подставляться в определенные поля. То есть, например, какой телефон будет на каждом домене. Есть общий телефон 8800, а есть телефон локальный, либо его на каких-то городах может не быть. Карта, там сколько пунктов выдачи, там как называется регион в разных падежах, для того, чтобы можно было подставлять его название в разные участки. Например, на странице ВКонтакте написать, мы доставляем товары в, дальше подставляется, например, в Москву, в Кострому, в Санкт-Петербург и так далее, там за 2-3 дня за 100 рублей. Вот для того, чтобы вот эти 2-3 дня подставлялись, пишется отдельный поле. Для того, чтобы не доставляем в Кострома, а доставляем в Кострому, то пишется, соответственно, тоже исполняется название региона в соответствующем падеже. Вот как мы видим, здесь 4 падежа используются. И дальше, как раз на сайте, в нужном месте, вместо того, чтобы написать конечное название города, мы используем переменную, в которую подставляется та информация, которую мы заполнили вот на предыдущем шаге. То есть по такому принципу работает любой плагин, любое решение, в данном случае показано на примере ShopScript, а вообще в Bittrex и других движках это реализовано похожим образом. Сразу уточню, что если вы используете какой-нибудь конструктор сайта типа Tilda, Tilda я очень люблю, но там такого нет, я думаю, что не предвидится, потому что слишком узкая SEO-шная, то есть такая задача, которая вряд ли будет реализована в ближайшие годы. Ну, да, это можно отнести к недостаткам, но со всех остальных сторон выражаю большую любовь к Tilda, потому что там в последнее время все стало очень-очень хорошо с точки зрения SEO. Так вот, кроме того, что мы сделали, нам нужно будет каждый этот домен, если мы пошли по такому пути, добавить как отдельный сайт в Яндекс.Абмастер, если нам важно продвижение под Яндекс. То есть мы рассматриваем каждый поддомен вот такой, как отдельный самостоятельный сайт. Он отдельно индексируется, мы отдельно для него присваиваем регион, опять же, как я показывал на предыдущем шаге. Отдельно там прописываем ему какие-нибудь там XML-файлы добавляем, сайтмэпы, да, отдельно можно сделать там турбо-страницы, если у вас они используются, и так далее, и так далее. И в этом случае будет вам счастье. Сразу уточню, что когда вы все это сделаете, и когда регионы добавите в Мастер, это не значит, что трафик попрет, ну, молниеносно и прямо сразу. Должно пройти небольшое время, ну, как правило, если вы все сделали правильно и хорошо, там, месяц-два, чтобы вы увидели рост трафика на этих доменах. На каждом из них первоначально он будет очень небольшой, то есть это может быть там типа 10 человек, там, 5 человек в сутки. Но с учетом масштаба, с учетом того, что вот у нас, например, заведено там 150 регионов, вы понимаете, что трафик начинает расти и расти. Ну, и дальше эти 5 человек становится там 100, потом дальше приходит 200 человек, 300, 500 и так далее. И таким образом сайт сильно масштабируется, не сильно что-то делая там по SEO-шке в других местах, вы получаете больше трафика из регионов. Единственное, здесь в конце, в завершение, я добавлю, ну, некое возражение от владельцев магазинов, которые слышал, потому что с услугами все понятно. Услуги, которые виртуальны, их легко оказывать там всюду. А вот что касается товаров, если дорогая техника или что-то еще, там, какие-то примерки, то, конечно, многие владельцы сайтов этого не любят. Ну, то есть это не просто так, там, отправить какой-нибудь ноутбук или камеру дорогую там с деком и ждать, что человек там выкупит или нет. Ну, такое есть. Ну, здесь уже смотрите сами, то есть насколько там ваша бизнес-модель позволяет вам или не позволяет это делать, или там нужно ли вам открывать там склад какой-то, мини-склад, что-нибудь такое. Вот. Но с точки зрения трафика эта история очень хорошая, правильная, и главное, что она законная, потому что об этом упоминается в Яндекс.Справке. Здесь черным по белому написано, что можно использовать поддомены для указания, для разнесения сайтов по нескольким регионам. То есть это совершенно официально, законно, правильно, хорошо. Просто важно это сделать действительно так, чтобы было удобно и пользователям вашим, и чтобы поисковые системы смогли это правильным образом оценить. Делайте и получайте результат, масштабируйте свой сайт на регионы. Я желаю вам удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok